Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Полиция Сапаева отступила перед организованной силой народа. Люди устали от беззакония и заставили власть работать. Власти Казахстана постигла новая эпидемия. Без удержного вранья. Чиновники пытаются убедить людей, что охватившие страну хаос и паралич им только снятся. Штаб ДВК опубликовал последовательный план, как движение организует мирную смену режима Назарбаева уже в этом году. Жители небольшого городка Сатпаев в Карагандинской области продемонстрировали всей стране, чего на самом деле стоит построенная Назарбаевым диктатура. Все, что она умеет – запугивать и разгонять мирных и законопослушных граждан и расправляться с неугодными поодиночке. Если люди выходят против режима сплоченно и решительно, представители власти трусливо убегают. Власти сейчас скрывают правду о том, что произошло на самом деле в Сатпаеве 23 и 24 июля. По официальной версии, местные жители просто попытались устроить самосуд над педофилом, похитившим ребенка, но полиция быстро навела порядок. Почему люди хотели устроить самосуд? Потому что они не доверяют нашей судебной системе, не доверяют системе МВД, вообще не доверяют власти. По рассказам жителей и снятым ими видео, люди смогли на время взять власть в городе в свои руки и выполнить ее обязанности. Когда полиция не выполнила свою работу, волонтеры сами нашли ребенка и вырвали его из рук маньяка. Возмущенные люди прогнали бессмысленных полицейских. Данная толпа сразу же окружила меня со всех сторон и начали требовать, чтобы им выдали подозреваемого, и они хотят провести свой самосуд. Поводом для беспорядков стала пропажа пятилетней девочки, которая приехала с родными в гости из соседнего Жесказгана. Она исчезла во время прогулки около своего дома. Родители ребенка сразу же обратились в полицию, но стражи порядка не торопились. На ее поиски в степи и в городские дворы отправились множество добровольцев. Местные дети рассказали, что видели похожую девочку у своего дома. Родные девочки и местные жители обошли каждую квартиру в этом доме, кричали и звали девочку через громкоговоритель. В одной из квартир послышался детский крик. Полицейские заходили в квартиру подозреваемого, но сразу не обнаружили ребенка. На первом этаже включился свет и стоит голый по пояс мужчина. Тут же быстро выключили свет. Люди начали кричать, там голый мужчина. Почему не открывают? Несколько парней рванули к окну, кто-то начал выбивать окна. Заглянув внутрь комнаты, закричали, девочка жива. Кто-то крикнул, ребенок здесь. И все мы побежали в эту комнату. Увидев подозреваемого, один из моих бойцов блокировал, чтобы он не убежал. Я увидел тахту приоткрытую. И открыв тахту, я увидел ребенка. И в этот момент я взял ее на руку, вышел из квартиры, увидев родителей, передал ребенка. Волонтеры попытались прорваться в квартиру через окна. Вроде как у какого-то наркомана в квартире ее нашли. Сейчас вот его ищем все. Лишь при помощи людей ребенка нашли и спасли. Полицейские задержали подозреваемого и решили тайно переправить его в участок. Мужчину переодели в полицейскую форму и незаметно для толпы вывели из дома. Когда собравшаяся толпа об этом узнала, люди пришли в ярость. Народ заподозрил, что полицейские покрывают маньяка. Несколько сот человек отправились к зданиям городской полиции, круша служебные машины и разбивая окна административных зданий. В этот период у людей накопилось возмущение, недоверие к власти. Собственно, это и привело к тому, что их закидали камнями, подожгли машины. Это произошло в небольшом городе Садпаеве, где, по-моему, 60-70 тысяч человек живет. Небольшое количество. Всю ночь местные полицейские провели в осаде, отбиваясь от жителей светошумовыми гранатами. Выйти поговорить с собравшимися никто не осмелился. Был нанесен материальный ущерб ни в чем не повинным гражданам. Для пресечения беспорядков на место стянуты силы правоохранительных органов. В связи с событиями в Садпаеве Токаев созвал срочное совещание с главой МВД и Акимами. Министр внутренних дел во всем обвинил неких провокаторов. Отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, а также умышленного повреждения имущества. Все эти действия полиции были пресечены. Министерство внутренних дел в ходе мониторинга социальных сетей выявило попытки провокаторов использовать данные происшествия для дестабилизации обстановки в обществе. В действительности главными провокаторами выступили полиция и местные власти, которые элементарно не справились со своими обязанностями. Спасти девочку и разоблачить маньяка удалось только благодаря активности и настойчивости волонтеров. Трусливое поведение местных властей хорошо видно в сравнении с тем, как они разгоняют мирные митинги. Против простых граждан, которые выходят на улицы с добрыми и мирными намерениями, режим бросает закованных в броню спецназовцев. Женщин, стариков не церемонясь, бьют и заталкивают в автозаки. Когда же власть столкнулась с решительными и совершенно справедливо разозленными жителями Сапаева, полицейские сразу убежали, даже со щитами, дубинками и гранатами. Режим умеет бить и наказывать только слабых. Как только власть сталкивается со сплоченными и решительными людьми, она отступает. И теперь власти пытаются спрятать любую информацию о событиях в Сапаеве, рассказывая о неведомых провокаторах. Власть слаба и больше всего боится, что это увидят простые люди. Провал правительства Токаева в борьбе с эпидемией коронавируса и кризисом раскрыл ложь государственной пропаганды. Не понимая, как решать реальные проблемы, власти пытаются подменить реальность красивыми картинками, рассказывая людям, что на самом деле ничего страшного не происходит. Новости государственных телеканалов и выступления Токаева и его министров превратились в ярмарку вранья. Сказки о том, как успешно в Казахстане борются с коронавирусом, чиновники рассказывают уже пять месяцев почти ежедневно. Сначала в Министерстве здравоохранения уверяли, что пик заболевания коронавирусом прошел еще в марте. Далее дата пика постоянно перемещалась. Потом стало ясно, что за этими прогнозами не стоит ничего. Пик заболеваемости коронавирусом прогнозируется в первой декаде апреля, сообщил министр здравоохранения Елжан Бертанов. В Казахстане пик заболеваемости коронавирусом придется на вторую половину апреля. Об этом сообщили в Минздраве республики. В начале месяца министр здравоохранения отмечал, что пик заболеваемости придется на апрель-май. В мае и июне врачи и эксперты стали бить тревогу, предупреждая, что ситуация вышла из-под контроля. Но Токаев и его окружение уверяли, что по-прежнему ничего страшного не происходит. Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Токаев даже уверял, что казахстанцам могут завидовать граждане многих других стран. Чтобы ложь Акарды выглядела убедительнее, режим заказал публикацию пропагандистских статей в западных СМИ. Один из таких заказных материалов опубликовала газета «Вашингтон Таймс». Президент Касым Жомарт Токаев упорно трудился для того, чтобы предотвратить распространение болезни и поддержать казахстанцев экономически. За эту ложь американским лоббистам заплатили из бюджета нашими с вами деньгами. При этом западные правительства прекрасно знают, что на самом деле происходит в Казахстане. Большинство случаев заражения и смерти от COVID-19 у нас списывали на обычную пневмонию или грипп. В результате оказалось, что таких больных в несколько раз больше, чем заразившихся коронавирусом. Этому удивились даже во Всемирной организации здравоохранения. Токаеву пришлось признать очередное вранье и учесть в общей статистике случаи и пневмонии, и COVID. Но это не помешало правительству продолжать лгать. На совещании 21 июля премьер-министр доложил об успехах по созданию новых мест в больницах, заверив, что с лечением проблем нет. В настоящее время развернуто достаточное количество стационарных коек, необходимых для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями. Снижена занятость провизорных коек на 20% и реанимационных на 6%. Спустя два дня главный санврач страны, сама того не подозревая, разоблачила вранье премьера. Госпитализировано за последние 20 дней, это 63 491, и получает лечение 45 тысяч пациентов сегодня, лечение от пневмонии в условиях стационара. Это значит, что больными пневмонией занято 90% из всех 50 тысяч коек. А если учесть больных другими болезнями, включая и COVID, значит больницы переполнены сверх всякой меры. Хотя на настоящий момент мы видим резкий спад заболеваемости, мы видим, что наши стационары и наши поликлиники разгружаются. Простые казахстанцы это видят и испытывают на себе. Жители Казахстана публикуют сотни видео об ужасающей ситуации в больницах. Для людей не хватает места кровати, нет лекарств и даже воды. Я отчаявшаяся женщина, которая наблюдает, как борется за жизнь моя мама. Она сейчас лежит в тубе-спанцире на 40-й станции в тезиполомологическом отделении. Никто не может ее перевести в реанимацию. Говорят, нет мест, нет ИВЛ. Да что же это такое? Где все бюджетные деньги? Куда все это делать? Почему нет ИВЛ? Почему она мучается? Скажите мне, пожалуйста, почему она ждет очереди? Сказали ждать. Если не сегодня умрет, то завтра что же вы творите? Примите меры. Почему она мучается? Почему она должна ждать аппарат ИВЛ? Но правительство Тукаева продолжает уверять, что ситуация по-прежнему под контролем. Тем временем по всей стране люди штурмовали аптеки в поисках самых элементарных лекарств. С прилавков пропали даже аспирин и парацетамол. В данное время в такой ситуации, когда у нас идет коронавирус, и мы не можем даже элементарные какие-нибудь просто даже таблетки купить, это просто невозможно. С утра хожу, уже ноги болят, даже я не обедала. Ничего не нашла, вот я сейчас буду стоять в очереди. Стою в очереди, когда оно продвинется, не знаю. Но правительство и Акимы по-прежнему уверяют, что ситуация под полным контролем. Якобы граждане сами виноваты, что бросились скупать все подряд, но на складах лекарств достаточно. Несмотря на радужную статистику о свободных больницах и здоровых казахстанцах, то Каев все же продлевает карантин еще на две недели с последующим поэтапным смягчением. Это важное обещание, ведь еще месяц без работы, и людям просто не на что будет жить. За время действия режима ЧП работы и доходов лишились более 4 миллионов человек. Половина из них до сих пор остаются без работы. Но министр труда уверенно говорит, что проблем с трудоустройством в Казахстане нет. Я бы рекомендовал людям пользоваться электронной биржей труда. Это сегодня довольно растиражированный хороший интернет-портал. И даже сегодня открытыми там есть 77 тысяч вакансий, которые, наверное, вдруг они как раз подойдут и вам, и вы сможете найти работу. А глава счетного комитета утверждает, что реальные доходы казахстанцев растут рекордными темпами. Реальные доходы населения возросли на 5,5%. Это тоже у нас, мы считаем, что это хорошее достижение, потому что несколько лет не было роста реальных доходов. В разгар кризиса Министерство финансов докладывает, что доходы государства растут почти на 15% за год. Доходы растут, несмотря на рекордное падение цен на нефть, несмотря на остановку экономики из-за коронавируса. Чиновники умалчивают, что доходы выросли за счет изъятия денег из национального фонда, то есть народных средств. Фактически, это ограбление народа. А ведь главной целью создания фонда было накопление финансовых средств для будущих поколений. Только будущим поколениям ничего не останется, если во власти будут все те же лица. Скрывая правду и искажая очевидные факты, власть сама обличает себя перед народом. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Процесс мирной смены режима уже запущен. Правительство раз за разом делает грубые ошибки, расписываясь в недееспособности. Народ не верит лжечиновников. Отставки преступного режима ждет большая часть населения. Штаб ДВК опубликовал план того, как добиться мирной смены режима уже в 2020 году. Ученые исследовали все гражданские протесты в мире за последний век и выявили две четкие закономерности. Во-первых, самыми эффективными формами протеста оказались мирные ненасильственные выступления. Они приводили к политическим переменам в 53% случаев, тогда как применение насилия давало результат лишь в 26%. И второе. Чтобы мирный протест достиг цели, он должен собрать на улицах как минимум 3,5% от общего населения. Как только силы правопорядка или экономическая, деловая элита или гражданские бюрократы отказывают в своем содействии нынешнему режиму, лишь вопрос времени, когда движение добьется успеха. Мирные люди, требующие от власти перемен, вдохновляют своим примером окружающих. Сила народа в его единстве и оружие режима перед этим бессильна. Эта система подтверждена успехами мирных революций в Грузии, Армении, Алжире и Судане. Эта же схема уже осуществляется в Казахстане. Штаб ДВК опубликовал план по организации ячеек для участия в мирных акциях. В течение трех месяцев планируется организовать группы в крупных городах. По оценкам штаба в городах-миллионниках Алматы и Астане и Шимкенте, можно собрать минимум по тысяче ячеек. Это минимум 5 тысяч человек, готовых выйти на митинг в любой точке своего города. В крупных региональных городах, таких как Актобе, Караганда и Тарас, движение ДВК способно организовать до 300 ячеек, численностью до полутора тысяч человек. Таким образом, в день митинга каждый член ячейки приведет за собой по 5 человек. Тогда в крупных городах с едиными требованиями выйдут более 30 тысяч, а в региональных городах не менее 10 тысяч человек. Чтобы участвовать в мирной смене режима, выполните 4 простых шага. Соберите группу минимум из 5 надежных людей, с которыми вы лично знакомы и которым доверяете. Напишите в штаб и сообщите, что создали ячейку и готовы действовать. Создайте группу в Телеграме с именем вашей ячейки. Добавьте в нее членов ячейки и профиль штаба ДВК. Установите приложение Zoom. Там вы сможете пообщаться с Мухтаром Аблязовым в онлайн-конференции и обсудить все детали. Именно такой организованный подход позволит добиться мирной смены режима Назарбаева и построения парламентской республики в Казахстане. Чем больше мы сидим и ждем, тем больше мы себе говорим, что вот сейчас пандемия пройдет, а потом мы найдем работу или завтра вдруг Такаев станет каким-то сильным президентом, это себя обманывать. Вы 30 лет обманывали себя, ждали. Сейчас выбор. Выбор жизнь или смерть. Другого не дано. Пришло время действовать. Поэтому я приглашаю вас создавать ячейки, выходить на штаб, выходить на связь со мной и действовать. Алга, Казахстан! На сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16-12. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок